интересные неисправности вот эти начинают нарастать лавинообразно залезать будем смотреть красный момент когда тебе машина срочно нужна ты сталкиваешься с тем что она у тебя либо не заводится либо не едет работать надо а работа стоит добрый день дорогие друзья вы снова на канале умзап и с вами я роман опять интересный случай автомобиль porter 2009 года выпуска с двигателем d4 bf тагазовской сборки заехал к нам на трех цилиндрах еле-еле сюда доехал пробег на нем чудовищный ну так относительно всех остальных корейцев чудовищный для портеров и для бонга нормальный пробегом 380 плохо видно но сейчас по светим посмотрим 380 чем-то жалобы на то что он весь двигатель течет снизу мокрый как это не знаю что как правило самым местом у этих моторов является распредвал он весь изношен из-за этого плохо работают клапана и рокера не да не до конца давит на клапана не открывая в общем проблема с газораспределительным механизмом здесь будем менять распредвал ось рокеров сейчас разберем покажем а сейчас давайте к поднимем машину на подъемнике и посмотрим снизу откуда там чего у нас течет заду и поговорим немножко об этом значит вот он весь мокрый отсюда течет с этой стороны из-под щупа он болтается видно масло давит соответственно все летит вон стартер весь в масле здесь также течет передний сальник соответственно тоже все разбрасывает когда машина едет еще и вентилятор сработает раздувает все по поддону проблема еще вот здесь находится стоит вакуумный насос тоже масло подтекает из вакуумного насос на генератор все это дело давит соответственно попадает на щеточный узел все это начинает угорать и генератор в конце концов умирает поэтому в принципе его сейчас пока он еще не умер но надо менять в долго он жить не будет вот такой в масле потому что это контакт между ротором и щетками местный контакт обычно не скрытся а если сюда попадает масло то соответственно сгорает и щетки быстро умирают и не ротор этот коллектор сгорает ну и здесь соответственно все задний сальник по двигателю либо сверху откуда-то вон из-под прокладки вытекает короче весь он мокрый наверное скорее всего сверху течет из задней части прокладки клапанной крышки но это когда будем менять ось рокировку распредвал все это разберется и посмотрится но все ждем когда разберем мотор покажем что было неисправно разобрали двигатель чуть-чуть и нашли вот такую вот штуку интересно обратите внимание как и предполагали здесь вышел из строя распределитель вал съела кулачки и на остальных кулачках тоже начался повышенный износ он выкрашивается перчатки железные вот выкрашивается они все такие коцаные разумеется из-за такого дефекта у нас точно также вышел из строя и ось рокеров и сами рокера видите здесь один рокер просто съела второй цилиндр вот он большой износ а съела его вот этой вот частью кулачка ну и соответственно вот эти ролики они точно также видите какой большой зазор имеют соответственно клапана уже нормально не отрегулируешь а на этом цилиндре ролик вообще клинит он там болтается соответственно раз мы все это дело разобрали заменены будут ремни это приводной ремень ремень балансирных валов прокладка клапанной крышки у нас весь мотор был мокрый сальники все поменяем ролики обратить внимание шумит вот так вот тоже лучше будет песню поет замечательно прям заслушаешься ну этот более-менее нормальный но раз уж ремень сняли то поставим новый и еще при износе распространяем распредвала изношена постель большие задиры вот она соответственно будет заменена постель распределивала она там на головке осталось пойдем глянем ну и весь давайте посмотрим на головке блока точно так же есть следы износа в постелях распределительного вала поскольку замены головки это достаточно дорого и малый бизнес у нас не приносит таких больших доходов как продажа там алмазов золото бриллиантов или допустим нефти с бензином то поэтому дорогие друзья почаще покупайте в рыбных магазинах охлажденную рыбу давайте поможем малому и среднему бизнесу чтобы у них машины всегда были в исправном состоянии все зависит только от нас покупайте охлажденную рыбу помоги малому бизнесу ну а теперь немного приятного давайте посмотрим какие новые запчасти будут установлены на этот двигатель разумеется ось рокеров в сборе с постелями нульцевая прям муха не сидела да как все прям отлично выглядит просто красота вал распределительный новый тоже муха ни разу не сидела все кулачки блестящие ни разу не работавшие прям глаз радуется разумеется генератор потому что мы вам вначале показывали что он был весь залит маслом генератор оригинальный сборе с вакуумным насосом комплект прокладок разумеется на двигатель головку блока мы снимать не будем комплект выходит дешевле все сальники и уплотнения ремни это ремень грм и ремень балансированных валов кстати вот коробка генератора ролики это у нас ролик до распределительного натяжной ролик натяжной механизм грамм скажем ремня грм а это механизм натяжения у ремня балансированных валов топливный фильтр масляный фильтр но и соответственно воздушный фильтр ну и надеемся что мы все-таки вам покажем запуск двигателя и людям не нужно будет завтра с утра ехать на рынок и грузится охлажденный охлажденный рыбой надеемся показать как работает ну и естественно двигатель снизу после того как все это заменим заведем посмотрим и проверим ремонт закончили сейчас давайте поднимем посмотрим что у нас там по низу получилось а потом опустим и заведем двигатель так только-только закончили помыть еще не успели сейчас загоним помоем днище но в любом случае вот смотри щуп установили новый вот он сухой не болтается теперь да сальник заменили все сухо новый генератор ну и естественно сверху там поставили распредвал и ось рокеров заменили сейчас быстренько опустим заведем проверим а потом на мойку тому же владельцы сидят жут им нужно живую рыбу вести пробуем заводим ну помулясь давайте заведем автомобиль о завелся с пол оборота работает ровно соответственно все просто-напросто шептит он сейчас может немножко там подымливать но это мелочи скорее всего из-за того что когда он работал на трех цилиндрах говно всякое выхлопную систему налетела остатки там сейчас прогорят и будет работать нормально и но самое главное он не троит не чихает не пердит разгоняется нормально так что охлажденная рыба будет доставлена вовремя во все магазины а мы с вами поддержим малый и средний бизнес и будем покупать эту охлажденную рыбу уступайте дорогу таким автомобилям у которых есть такая надпись а сейчас пойдемте с вами узнаем сколько будут стоить сколько стоили запчасти потому что по работам обошлось 21 21 тысяча 650 рублей работая сейчас узнаем запчасти пойдем ну и давайте в двух словах скажем от чего же все-таки возникают такие неисправности как на этом автомобиле скорее всего это связано с тем что владелец не часто обслуживал автомобили делал ему регламентные работы согласно и пробегу потому что здесь необходимо регулярно делать регулировку клапанов потому что если ты их не делаешь зазоры увеличиваются соответственно возрастает нагрузка ударная на рокеры и вал распределитель начинает быстро изнашиваться как было в этом случае а когда вал изнашивается достаточно сильно клапанов перестают нормально открываться соответственно мотор перестает нормально работать и из-за этого возникают вот такие вот неприятности и причем самые интересные неисправности вот эти начинают нарастать лавинообразно сначала распредвал потом уже туда же еще и ремни грм еще и сальники все все это начинает течь и в один прекрасный момент когда тебе машина срочно нужна ты сталкиваешься с тем что она у тебя либо не заводится либо не едет работать надо работа стоит поэтому еще раз вас призываю выполняйте все регламентные работы вовремя и старайтесь не скупиться на ремонт и обслуживание своего автомобиля а сейчас пойдемте узнаем сколько стоит запчасти ну и по запчастям вышло на 45 тысяч рублей из них самый дорогой это генератор он стоит 13 500 ну а вы пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал ну а с вами был я Роман до новых встреч в эфире извините что не показываем вам портер потому что опять же коммерческий транспорт клиенту нужно срочно лезть и рыбу развозить по точкам отложенная все